МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия информационная программа Республика в студии Ольга Пырычкина. И смотрите сегодня. Статья за попытку детоубийства. Женщина, которая выкинула в мусорный бак своего новорожденного ребенка, предстанет перед судом. Праздник праздников. Как готовиться к Пасхе? Кондоры пролетели. Хоккейный клуб Чебоксары разгромили ростовчат. Как развивать здоровую конкуренцию, обсудили сегодня в Москве члены Государственного совета. В его состав входит и глава Республики Михаил Игнатьев. Задачу перед региональными властями обозначил президент страны. Подробности далее. Без здоровой и честной конкуренции развивать экономику невозможно. Это, отмечает президент, должны понимать все руководители на местах. Чаще всего антимонопольные правила сейчас нарушают власти регионов и муниципалитетов. Большинство госкомпаний занимают ниши, где мог бы эффективно работать малый и средний бизнес. А это явные признаки картолизации рынков. Люди считают, что у них мало шансов пробиться на рынке, плотно занятые госпредприятиями и компаниями с госучастием. Что трудно получить государственный или муниципальный заказ в честной конкурентной борьбе. Проще говоря, вот как я уже только что сказал, проще работать со своими губами, мубами, чем выбирать эффективных исполнителей на конкурентном рынке. Такие действия ведут к росту бюджетных расходов, консервируют отсталые производства и низкое качество продукции. Стандарты развития конкуренции в правительстве утвердили три года назад. Сейчас их реализуют все регионы страны, но системных перемен, считает Владимир Путин, так и не произошло. Члены госсовета отмечают, что порядок необходимо навести и в тарифной политике. Считаю, что мы должны провести глубокую проверку об основности расчетов тарифов. Тогда нам удастся прекратить любые политические спекуляции в этой сфере. Снизить градус напряжения и недовольства. Поэтому предлагаю вести институт независимого и публичного аудита всех решений по тарифам. Такое своеобразное ОРВИ. В антимонопольной службе подчеркивают, что малому и среднему бизнесу необходимо доверять больше задач. Пока же на деле даже подряды по уборке улиц берут на себя предприятия с госучастием. В УФАС предлагают определить конкретные показатели для регионов. В частности, на рынке услуг отдыха и оздоровления детей тоже лучше, если будут не ГУПы, а в том числе это будут на базе тех же пионерских лагерей, как это создано во многих уже регионах, безусловно, чтобы это были частные организации. Строительный комплекс. Здесь очень важно, что строительные объекты капитального вложения предполагается, что, собственно, самими подрядчиками будут делаться, участными подрядчиками будет исполняться примерно 80% работы. Добросовестный бизнес не должен страдать из-за недобросовестной конкуренции. Для региональных властей определят задачи. Члены рабочей группы Госсовета предлагают утвердить специальный перечень товаров, работ и услуг. Во главу угла необходимо ставить и качество конечного продукта. Необходимо утвердить специальные перечни товаров, работ и услуг, закупка которых для государственных и муниципальных нужд должна осуществляться только у субъектов малого бизнеса и только по прямым договорам. При этом путем проведения торгов, участниками которых являются субъекты малого бизнеса. Не стоит забывать, что национальным планом предусмотрено увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются субъекты малого бизнеса и социально ориентированной некоммерческой организации, не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом. Ждем поручения, которые выйдут по результатам. В частности, в Чувашской республике мы развиваем конкуренцию части представления субъекта малого и среднего предпринимательства. Малый и средний бизнес ждет больших перемен. Развитие конкуренции, отмечает Владимир Путин, во многом зависит от грамотного управленческого подхода. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. Второй год в Чувашии реализуют проект безопасной и качественной дороги. Какой объем работ обещают выполнить в 2018 году в Чебоксарах, узнала наша съемочная группа. За прошлый год в рамках проекта в Чебоксарах отремонтировано 29 километров проезжей части, а доля нормативных дорог увеличилась с 31 до 44,5%. Кроме того, реконструированы и расширены пять перекрестков, обустроены шесть заездных карманов и установлены 62 светодиодных знака. Общая сумма выполненных работ превысила 700 миллионов рублей. На этот год конкурс по определению подрядчиков уже завершен. Объекты, где будут проводиться ремонтные работы, обозначены. В 2018 году мы также продолжаем реализацию этой программы. Сумма средств планируется 752 миллиона рублей. По результатам общественных обсуждений было определено 33 участка дорог для ремонта и один заездной карман для общественного транспорта по улице Фучика. Также, как в прошлом году, у нас будет многоступенчатый контроль при приемке работ и отслеживание хода реализации работы. Это технический надзор заказчика, строительный контроль независимой организации, также независимая дорожная лаборатория будет приезжать, проводить экспресс-диагностику дорог. В число подрядчиков в этом году вошли 4 компании. В случае возникновения дефектов в течение 6 лет исполнители обязаны устранить их своими средствами по гарантии. Со всем перечнем планируемых и уже выполненных работ можно ознакомиться на официальном сайте проекта. Несмотря на большой объем, все ремонтные работы будут производиться преимущественно в ночное время. Поэтому автолюбителям не стоит беспокоиться о возникновении пробок и заторов. Алексей Табинов, Денис Ноздрюхин, Республика. В Чебоксарах перед судом предстанет женщина, которая в феврале этого года выкинула в мусорный контейнер своего новорожденного ребенка. Девочку обнаружили в мусорном контейнере по улице Энгельса. Ее сразу же доставили в больницу. На место выехали следователи и криминалисты, которые и вычислили злоумышленницу. Женщина во всем созналась. По версии следствия, обвиняемая скрывала от всех свою беременность и, родив ребенка около 6 часов утра 2 февраля, она решила от него избавиться, обернув пододеяльник и выбросив мусорный контейнер при температуре окружающей среды около минус 20 градусов. Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, основание для признания обвиняемой невменяемой не установлено. Кроме того, по инициативе следователя, органы опеки и попечительства обратились в суд с иском о лишении ее родительских прав в отношении потерпевшей, которая в настоящее время определена под опеку. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Максимальное наказание по предъявляемой ей статье 5 лет лишения свободы. С девочкой, к счастью, все в порядке. Пасха в этом году выпадает на 8 апреля. Традиционно верующие люди начинают готовиться к ней заранее. Соблюдают пост, приводят в порядок мысли и дома, а накануне самого Христового Воскресения красят яйца и пекут куличи. Конечно, большинство людей знают о том, как нужно готовиться и праздновать Пасху. Ведь впереди самые серьезные дни. Для нас, православных, этот праздник является самым главным, потому как Иисус Христос, победив смерть, и своим воскресением всем нам дают вот эту возможность воскресения. Есть два момента в жизни христианина. Это первый – человек должен поверить в Христа, как в Спасителя, и креститься водой и духом. А второй – он должен причащаться его телу и крови. То есть, то, что у нас в церкви дают, под видом хлеба и вина. Позади осталось большое испытание – Великий Пост, и люди живут в ожидании праздника. Главным символом Пасхи является яйцо. Существует легенда о том, как Мария Магдалина пришла к римскому императору и подала ему яйцо со словами «Христос воскрес». На что он ответил, что скорее это белое яйцо станет красным, нежели человек сможет воскреснуть после смерти. В тот же момент оно покраснело. С тех времен и по сей день практически в каждой семье существует традиция красить яйца. Как это сделать быстро и красиво, знает Полина Каткина. Скоро начинается пасхальная неделя, и чтобы оригинально украсить свой стол, я предлагаю такие интересные решения, как различные украшения яиц, различные прянички расписанные, получают сахарной глазурью и украшенные. То есть это больше детский вариант. Также есть вот такие замечательные декоративные элементы, которыми можно здорово и ярко украсить ваш праздничный стол. Яйца – это чистый холст, на котором можно творить все, что угодно. Сегодня я вам покажу несколько видов росписи. Самый простой у меня уже почти готов. Изначально белое яйцо я обмотала изолентой, и потом опустила просто в красящий пигмент на 15 минут. Такое вот замечательное яйцо. То есть золотые элементы здорово блестят на солнце, а белое уравновешивает цветовую композицию. Вот такой вот у нас получился с вами цыпленок. Не бойтесь экспериментировать, используйте подручные материалы, и у вас получится такая красота. С наступающим праздником! Светлой Пасхи! Сказочная снегурочка, огнедышащий змей Горыныч, ледяной кай. Примерить на себя любой образ шумерлинцы могут в школьном театре «Дрозды». Коллективу исполнилось 15 лет. Живу я одними с театром, когда я любил, он уже. Живет театром здесь каждый воспитанник, патриотические композиции, новогодние спектакли, мюзиклы. Вот уже 15 лет театральная студия «Дрозды» радует жителей города Шумерля своими постановками. Есть в их репертуаре спектакли, которые юные театралы написали сами. Теперь они хотят воплотить их на большой сцене. Если говорят, что школа – это образ жизни, то театр для меня, скорее всего, это образ вообще жития. Дело в том, что театральные подмостки, они мобилизуют человека показать все самые потаенные уголки своей души и заставить себя раскрыться в каком-то новом качестве. Этому я учу и своих воспитанников. Более 150 шумерлинцев посещают студию. Они учат не только держать себя на сцене, вживаться в роль, но и петь и танцевать. Например, Катя Сулинкина занимается в студии уже 5 лет, а совсем недавно она победила в конкурсе «Поем на родном и государственном» в Кремле. Сначала был республиканский этап, затем меня отправили в Москву уже на основной конкурс. Мы там были три дня. Конечно, я не ожидала, что буду победителем. Очень было волнительно, и я очень сильно переживала, особенно на награждение. Мне нужно было говорить там речь. Катя и дальше планирует заниматься музыкой, но для себя в качестве хобби. Я люблю, я пою, а я живу каждый мир, каждый час, каждый раз. Если снится пять смех, родное пельцо, согреваю стекло война. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Денис Ноздрюхин, Республика. Мы верим в мужество отчаянных парней. Хоккейный клуб «Чебоксар» одержал победу над командой «Ростов» и впервые вышел в финал первенства высшей хоккейной лиги. От шестой игры зависело многое. В случае победы над действующими обладателями Кубка Федерации в этом матче «Чебоксарская» команда гарантировала себе победу в серии и выход в финал. С первых минут на льду завязалась борьба, первыми счет открыли хозяева льда. Гости же смогли отыграться только в начале второго периода. Равный счет на табло продержался недолго. Спустя две с половиной минуты «Богатыри» вновь вышли вперед. У ростовских «Кондоров» было еще полтора периода на то, чтобы переломить ход игры. Но «Богатыри» устояли и довели матч до победы. Соперник по финалу пока еще не определился. Счет в серии «Хоккейный клуб Тамбов» – «Хоккейный клуб Мордовия» – 3-3. Решающая игра состоится 7 апреля. Мобильная связь по своим правилам продвинутые пользователи смартфонов теперь могут настроить тариф под себя и платить только за то, что действительно нужно. Об этом далее, а я с вами прощаюсь. До завтра. Поговорить с близкими, ответить на деловое письмо, посмотреть фильм в дороге или выложить селфи в Инстаграм – для каждого смартфон индивидуальный помощник. А поэтому и тариф каждому нужен свой. Например, студенту Даниилу нужно много интернет-трафика. Я на Инязе учусь, я постоянно слова перевожу в интернете. Да и плюс ко всему, видеоролики на Ютубе смотрю, там, футбольные матчи. Нужно постоянно быть в интернете, а бывает, что вот бац – и трафик обрывается. Чтобы каждый мог получить свой идеальный тариф, мобильный оператор Теледва обновил тарифную линейку. Продвинутые юзеры теперь могут настроить тариф самостоятельно в личном онлайн-кабинете или в салоне связи. Достаточно зайти на сайт оператора и с помощью простой навигации прибавить или убавить количество минут и гигабайтов. Добавить безлимит на соцсети, мессенджеры или Ютуб. И идеальный тариф в вашем смартфоне. Добавил себе гигабайтов, могу смотреть футбольные матчи сколько угодно. И еще добавил себе безлимит на Ютуб. Замечательная функция, мне очень нравится. В компании Теледва уверены, современному пользователю нужно больше свободы в выборе услуг мобильной связи. Мы считаем, что возможность самостоятельно настраивать тарифы понравится нашим пользователям. Это и удобно, и выгодно. Абонент получает услуги в том объеме, которые нужны конкретно ему и оплачивает то, что выбрал. Возможность менять тариф под себя жители Чебоксар уже оценили. Мне кажется, это хорошая идея, да, я бы воспользовалась этим, потому что тарифы на обычные гигабайты заканчиваются, всегда необходим новый тариф. Да, это хорошая идея, я воспользовался. У меня теперь интернет на Ютуб большинство уходит. Впрочем, если к концу месяца абонент не использует часть услуг из пакета, они по-прежнему переносятся на следующий месяц, а минуты всегда можно обменять на гигабайты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова